Следующий вопрос. Он, краски, которые он использует, они являются своеобразными жидкими кристаллами. И при этом, когда происходит формирование изображения на полотне, на этом полотне отпечатываются и потоки самого человека, которые изображаются там. То есть получается постоянно подключение к картине. Если, допустим, художник сам по себе вампир, а бывают такие тоже, то после того, как он написал эту картину, возникает связь. И не важно, что художник уже не находится рядом с картиной, вот процесс откачки энергетики художником от своей модели, так сказать, отразился в картине, и уже картина будет выполнять такую же функцию, как говорится, откачки энергетики жизненной силы человека. Но это можно убрать, если понимать, это можно просто очистить, это восстановить нормально, и будет картина без всяких последствий. То есть опять-таки нужно понимать, как действует механизм и что к чему. Ну, здесь спрашивают насчет того, что удалось ли что-то увеличить, типа урожайность, не только в пределах, так сказать, вашего имения, но и в больших масштабах. Но опять-таки это делалось несколько раз мной, всегда были необходимы критические моменты. Это делалось в 90-м году, когда опять-таки на территории всего Советского Союза была ситуация. Это я в фотографии писал, когда было холодное и очень дождливое лето, и все сельхозакадемики выступали, говорили, что будет не урожай, что все должно сгнить, все будет не урожай. А потом урожай был в три раза больше, чем в самые урожайные года. Я просто применил то же самое, только накрыл всю территорию Советского Союза, и сработало хорошо. Когда было в этом году, опять говоря, не урожай, и так далее, тоже немножко обжигал, потому что жалко, чтобы люди пострадали. Вот два раза применял, когда это необходимо критическое. Пока больше не применял в массовых масштабах. Так, следующий вопрос. Ну, есть вопрос довольно-таки забавный. Планируете ли вы создание и описание методики саморазвития человека, ну и так далее? Ну, вы знаете, в принципе, методики... Я, в принципе, уже, если говорить, я уже многое что написал. Просто у людей сложилась привычка, что у них была инструкция. Что вот нужно действовать так, 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 и тогда ты получишь вот это. Поймите следующее, что для развития, развитие происходит только через действие. То есть для того, чтобы развиваться, сначала в первую очередь нужно быть знание, то есть понимание того, что вы делаете. Если вы будете делать просто так, не понимая, что вы делаете, никакого развития не будет. Даже если у вас будет потенциал, все нужные качества, то никуда вы в развитие не идете, скорее всего, уйдете назад. Поэтому для того, чтобы развиваться, не существует методика. Методика – это единственная методика, которую я делаю. Это действительно пытаясь довести человека до просветления знаний. Когда он начинает понимать природу, механизмы и так далее, и так далее, без этого человек не сможет двигаться вперед. Это первая фаза. Поэтому это уже есть в какой-то степени, но не в той форме, как люди привыкли. Второй вопрос – развитие. Когда человек имеет уже понимание, для того, чтобы развиваться, человеку нужно иметь потенциал для своего развития, укажем свой, и действие. И вот в зависимости от того, как человек будет правильно применять понимание природы, как правильно будет использовать свой потенциал, будет зависеть от того, как он и куда дальше он подвинется вперед. Потому что через действие, которое человек будет действовать, имея понимание и потенциал, и качество нужное, человек может двигаться вперед. И движение будет двигаться вперед до тех пор, пока он не упрется в стенку, которую дальше он не сможет выйти. Что это такое? Это, знаете, как у Канта вещь в себе, черный ящик. Досель познаваема, а дальше не познаваема. Досель познаваема почему? Человек подходит с каким-то определенным алгоритмом к решению проблемы. И вот этот алгоритм, какого бы он хорошего ни был, он имеет свой предел. Вот когда вы выработаете этот предел, то с тем же самым алгоритмом двигаться даже вперед вы не сможете. Как бы далеко, уже не продвинуться, используя этот алгоритм. Если вы ничего не менять не будете, то вы пройдете в стенку и дальше ничего не будет. Для того, чтобы двигаться вперед, нужно изменить понимание, изменить алгоритм своих действий. И тогда будет следующий движение, толчок. И так до тех пор, пока вы сообразите, как по-другому качественно подходить к решению задачи. Но в любом случае, развитие происходит через действие. Про сидеть у моря или какого-то, допустим, интергональная йога Шри Рубинда, суть ее такая, типа, жди, готовься, когда озарение придет к тебе. Да никогда озарение не придет. Потому что озарение-то и саморазвитие человека. Ожидать, сидеть у моря и ждать погоды. Это все равно, что ждать, пока другой берег океана придет к тебе. В принципе, теоретически, такое возможно, платформы движутся, и, естественно, плиты тектонически разбегаются, сбегаются. Если плиты сбегаются, то другой берег океана когда-либо, через несколько миллионов лет, может, дойдет до другого берега, они соткнутся. Ну, не знаю, если подождете столько лет, может, и придет. А во всем случае ничего не происходит. Следующий вопрос. Последняя часть нашей сегодня действия, это, как обычно, когда он только просил, значит, когда я буду снимать там блокировки и так далее, те, кто писал, могут подумать о своих близких, и, так сказать, придет немножко работа на них тоже. Поэтому, так сказать, те, кто желает, естественно, должны, в принципе, просто настроиться на то, чтобы снять свои блокировки, которые у вас есть, если они есть. Кто не хочет, ничего не делайте, ничего с вами не происходит. Мне вас, так сказать, снимать или добавлять вам ничего не нужно, потому что мне это не стоит целью. И тогда, так сказать, подготовьтесь, несколько секунд даю на это. И кто желает, значит, просто подумайте, и я просто сниму то, что можно, и, кажется, многим это помогает. Кого-то скажется сразу, кого-то через некоторое время, кому-то потребуется несколько раз, в зависимости от национальной системы, все очень индивидуально, но, тем не менее, многим довольно-таки хорошо помогает. Так что, если готовы, так что заточьтесь сейчас немножко и начинайте это действие тех, кто хочет. Ну вот, вы видите, ни у кого рога не выросли, хвосты не отросли, да? И дальше тоже не вырастут, так что не волнуйтесь. Вот, это ответ на вопросы некоторые возникли. Такого в юмористской форме некоторых. Вот, так что наблюдайте, так сказать, что к чему. Надеюсь, то, что дело помогло вам чем-то освободиться. И надеюсь, это дальше тоже будет помогать. И благодарю вас за то, что вы сегодня пришли. Надеюсь, вы получили частично хотя бы ответы на вопросы. И желаю вам успеха в новом году. Всего доброго вам. До свидания. Продолжение следует...